В производственное помещение заходим, одевая защитную каску. Каски и инструктаж здесь положены всем, даже главе города. Объект режимный. Олег Грищенко приехал на пятую саратовскую теплостанцию, что в Ленинском районе. Градоначальник проверяет, как Саратов готовят к отопительному сезону. Вода, которая у нас приходит с береговой насосной, расположенной в селе Престанной, попадает в химцех, проходит очистку. Идем в турбинный цех. Здесь вырабатывают пар, который пустят на отопление. Сейчас станция еще в летнем режиме. Из четырех энергоблоков работает лишь один. Остальные в резерве и на ремонте. С наступлением холодов мощность увеличится. Зимой ТЭЦ-5 обеспечивает теплом около полутора тысяч объектов. 480 тонн пара в час. По словам Олега Грищенко, сейчас к зиме в Саратове готовы больше 90% котельных. А прессовку провели почти на всех тепловых сетях. И отопительный сезон в городе должен начаться вовремя. Самое главное, мы сегодня убедились в том, что вы готовы к подаче тепла. Оборудование у вас работает очень хорошо. Персонал обучен. Отопительный сезон мы возьмем вовремя. Это самое главное. Содача городской власти, чтобы у нас жители все были с теплом в домах. Несмотря на почти полную готовность к зиме, претензии к энергетикам все-таки есть. Недочеты должны ликвидировать до первых заморозков. Перекладка тепловых сетей сейчас идет на улицах Белоглинская, Пугачева и Железнодорожная. Нужно уложиться в сроки и еще решить проблему изоляции теплотрасс. Теплотрассы не изолированы. Мы очень часто и много обращаем на это внимание. Потому что, по сути дела, улицу отапливаем. Улицу отапливаем, а стараемся переложить на жителей эту проблему. Чтобы подготовиться к отопительному сезону в срок, весной начал работу общегородской штаб. Так городские власти координируют работу энергетиков и коммунальщиков. Чтобы батареи в домах саратовцев потеплели, среднесуточная температура должна опуститься до 8 градусов. Кристина Трушина, Алексей Чудя, Новости, Телеобъектив.